Субтитры делал DimaTorzok Знакомьтесь. Людмила, очень приятно. Это Катерина. Здравствуйте. Это Тось. Здравствуйте. О походах наших, о борях с врагами, Долго будут люди... В 1933 году она на красную чвию поступала. Один сундучок. Представляете, мать, не надо, не мешай. У нас свой мужской разговор. Бать, это я все понимаю. Вот иди, подогреться. У меня сейчас в месяц 850 выходит. Да это мы тебе поможем, что ты. Через два месяца у меня будет шестой разряд. Давай, давай. Тось. Разойдись! 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 Сморозинка с прошлого года прижилась. Это я сейчас посадил. Вот клубничка, вот клубничка. Крыжовничка. А вот тут, слышь, тут. Это у нас все Антоновка будет. Как считаешь? А что, хорошо. А вот там надо бы зелень посадить. Чтобы потом с грядки прямо на стол. Правильно предлагаешь. Хорошо, ничего хорошего. Почему? Лежу я на них, такая тосками берет. Сами себе дурых хомут на шею надеваем. Все же заранее известно. Сначала будут деньги копить на телевизор, потом на стиральную машину, потом в холодильник купят. Все как в госплане на 20 лет вперед расписано. Глухо, как в танке. А что в этом плохого? А хорошего что? Ты пойми, главное, мы в Москве живем. А Москва это большая лотерея. Здесь можно сразу все выиграть. Здесь живут дипломаты, художники, внешторговцы, артисты, поэты. И практически все они мужчины. Понимаешь? Нет. А мы женщины. А? Ну, а мы-то им всем зачем нужны? У них свои женщины есть. А мы не хуже ихних. А потом где ты этих артистов встретишь? Они же на твоем хлебозаводе не работают. Ты смотришь в самый корень. Главное вопрос, где найти. Но эта проблема разрешима. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...